Это первый этап производства масок. На специальном прессе вырубается форма. В руках замдиректора по производству Алексея Поломарчука без пяти минут готовый продукт, который вскоре станет неотъемлемой частью гардероба продавцов и врачей. На первом этапе рабочие из прямоугольного куска пластика вырезают заготовки защитных масок экранов. Затем их отправляют в следующий цех. На данном участке происходит второй этап сборки. Здесь работники приклеивают на пластик застежки-липучки и упаковывают уже готовые изделия в коробки. Каждая маска снабжается простой инструкцией. Собрать ее сможет каждый. Тем более состоит она из двух элементов. Непосредственно сам защитный экран и фиксирующий ободок. Вот таким образом продавец магазина или врач сможет обезопасить себя от зараженного пациента. Сегодня предприятие производит до 10 тысяч защитных масок экранов в сутки. Мы работаем с продовольственными магазинами, поставляем для них оборудование. И вот на фоне ситуации с пандемией возникла идея, что есть проблема защиты персонала торгующего. На текущий момент у нас есть заказы от крупных розничных сетей. Есть заказ от Макдональдс для персонала на 10 тысяч масок. А вот первая партия – полторы тысячи пластиковых масок для Химкинской областной больницы бесплатно. По словам директора предприятия, врачи поддержали их идею с выпуском защитных масок. Меня связали с областной больницей. Мы пообщались с главврачом Ниславом Мирзоновым. И они проявили интерес. И буквально сегодня утром я переписывался с заведующим отделением реанимации, с Дмитрием Валерьевичем Новиковым, как ситуация, как они используют. Он был искренне благодарен. Он сказал спасибо, экраны помогают, мы это используем, спасибо большое. Помимо масок, предприятие запустило и штучные товары для Химкинской больницы, где лечат инфицированных пациентов. Это боксы, экраны и кислородные палатки. Также здесь продолжают совершенствовать запущенные в массовое производство маски-экраны, которые в новых партиях будут выходить с более удобным креплением. Александр Сергеев, Николай Забродин, Новости, Химки ТВ.